Привет! Как дела? Сегодня рассказ про фестиваль китайских огней и фонарей в лондонском парке Чизик Хаус Гаден. Этот фестиваль изродился совсем недавно в Лондоне. В феврале 2016 года я в качестве прессы была приглашена на открытие данного фестиваля, который, конечно же, был приурочен к китайскому Новому году, о котором я вам уже рассказывала. Если кто не помнит, смотрите в этом ролике. И вот в районе Чизик, который находится на западе Лондона, в парке Чизик Хаус Гаденс, то есть сады Чизика, было установлено огромное количество различных фонарей, тематика которых представляла богатую историю и наследство китайской культуры. в виде китайских вот этих вот драконов, каких-то экзотических животных, там слоны, жирафы, жар-птицы, павлины и даже какие-то муравьи, грибы и всё что угодно. А также в каком-то углу мы нашли все 12 скульптур, символов китайского календаря, и я нашла петуха, я родилась в год петуха, и на его фоне пофотографировалась в качестве курочки. А моя подруга сфотографировалась на фоне своего знака, к которому она принадлежала. Честно говоря, я не помню, в какой год она родилась. Также мы фотографировались на фоне различных скульптур и старались встать по-разному, и именно там мы придумали такую фишку. Подруга мне говорит, сделай поцелуй Плющенко, и я что-то припоминаю, где-то он так вот делал. Теперь это наша фишка везде, она говорит, давай теперь Плюща. И вот в феврале 2016 года я подалась на аккредитацию, меня аккредитовали, и дали ещё дополнительный пригласительный билет, и я пригласила пойти со мной свою подругу. Там на открытии была некая такая вечеринка, приходили какие-то звёзды, был фуршет, мы напились шампанского, какие-то были тарталетки, очень нехорошо наелись. Прямо в самом Чизик Хаус, это, пожалуй, единственный раз, когда я попала внутрь этого дворца, потому что обычно в будние дни и в выходные, ну, в общем, когда я в этом парке не была, он всегда был закрыт. Очень интересная была такая экскурсия, мы немножечко пробежались по всему дворцу, он небольшой, поэтому так по коридорам походили, посмотрели картины, там роспись, может быть, даже какие-то гобелены. Честно говоря, не помню, было темновато, приглушённый такой свет. Ну и мы так походили, и нас всех вместе повели, как прессу, так и випов. Были какие-то звёзды, актёры или ведущие телевидения. Я кого-то пофотографировала, но даже не знала, кто они, поэтому даже и подписывать не стала. И нас всех вместе повели в сады, где расположилось огромное количество различных фигур в виде фонарей. Фонари ростом с человека и даже выше. Некоторые были в длину аж 60 метров, вот, допустим, дракон. В общем, столько инсталляций было, что мы, наверное, потратили целых 2 часа, чтобы обойти их все. Я, естественно, снимала на видео на тот момент, я уже в основном была видеорепортером. А фотографировались мы сами на фоне этих скульптур. В общем, весело провели время. Хоть это был и февраль, вроде бы уже, как бы, конец зимы. Но именно в январе и феврале очень холодно в Лондоне, поэтому я ходила аж в шубе. Я знала, что мероприятие будет на улице, поэтому нарядилась в кофту, в шубу. Ходить 2 часа по морозу достаточно тяжело. А ещё в это время что-то делать, фотографировать, снимать на видео и так далее. Вот, что мы там увидели в 2016 году, вам показываю сейчас. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... А в 2017 году этот фестиваль начинался уже в конце января, он идет около пяти недель. Мы-то всегда, как в качестве прессы, ходим на открытие любого фестиваля, любого мероприятия, чтобы рассказать людям, что там происходит и как он выглядит сейчас в этом году. И вот моя подруга тоже попросила аккредитацию, и мы вместе опять же-таки пошли на этот фестиваль, только она уже была тоже в качестве прессы. В этот раз фестиваль уже назывался Magical Lantern Festival, то есть фестиваль магических огней, магических фонарей. Мы опять же-таки пришли на VIP-открытие, нам выдали по пресс-пакету такому небольшому, где была положена программка и коробочка какого-то такого китайского крема на основе какой-то суспензии из улиток, в общем, оболаживающей там что-то такое. Ну, я на тот момент собиралась к подруге в Дубае, в гости, и решила подарить его ей. Так что отвезла, не могу ничего сказать по поводу этого крема. Ну, было приятно, всегда приятно получать какие-то подарочки, презентики на открытиях таких вот мероприятий. И в определенное время нас опять же-таки всех вывели на улицу. Там было официальное открытие, исполняли китайскую музыку и что-то там рассказывали. Мы пока в это время ходили с подругой, фотографировались там вокруг этих огней. Конечно, на открытии, на VIP-презентации очень мало народу, в отличие от будних дней. Когда уже основная публика идет посещать такие фестивали, такие мероприятия, у нас была возможность подойти практически к каждой фигуре, сфотографироваться без каких-то людей на заднем фоне. Вот что было в 2017 году. Вам показываю сейчас. Музыка. 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 Опять же таки в конце января я очень сильно замерзла, снова была в шубе и снова продрогла насквозь, потому что несмотря на то, что в Лондоне зимой температура воздуха очень редко опускается ниже нуля, максимум до минус пяти, но холод ощущается как будто минус двадцать пять, потому что там очень большая влажность и постоянные ветра. Здесь в России я не чувствую себя при минус двадцать продрогшей насквозь, а там в ноль градусов в двух свитерах и шубе я окоченела. Но тем не менее нам удалось снять все фонари и мы побежали домой греться. Потом то ли я пропускала эти фестивали, то ли их просто не проводили. В этом году фестиваль опять же таки отменен в связи с ковид и не знаю, будет ли он дальше продолжать традиции вот так вот развиваться в лондонском Чизик парке. Но могу сказать, что в этом году несколько скульптур, не китайских правда, но вот таких вот световых, поставили в районе Баттерси Пауэр Стейшн, о которой я вам тоже недавно рассказывала, если кто не помнит, смотрите в этом ролике. По-моему, шесть инсталляций вот таких вот больших каких-то фигур. Не могу показать, не могу сказать, но я где-то читала, что в этом году можно прогуляться по набережной в районе Баттерси и увидеть некоторые инсталляции. Так что, если кто сейчас находится в Лондоне, пожалуйста, приходите заодно и посмотрите Баттерси Пауэр Стейшн, может быть, уже что-то открытое. И напишите мне в комментариях, что там выставляется сегодня и как выглядит строительство этого района Баттерси Пауэр Стейшн. Пока на этом все, не прощаюсь с вами, до скорых встреч! Продолжение следует...